привет youtube привет народ глафира бравна сегодня я готовлю безопасное меню как всегда последнее уже не знаю сколько времени уже 8 месяцев это у меня капуста фарш говяжий и капуста я такая знаете из запеканки ну и пока я готовлю порассуждаем вам с вами вам с вами на тему аскезы недавно где-то буквально наверное месяца два назад стали прилетать шорт странные такие маленькие зарисовки ксюша аскет путешествует по миру до востока они были турции вроде бы такие знаете на первый взгляд интеллигентные ребята он программист она я не знаю кто честно вам скажу но вот назвала себя и свой канал таким немного странным способом я не знаю знает ли это ксюша что означает аскет и аскезы потому что судя по ее поведению особенно в последнее время как-то вот сомневаюсь я в том что их жизнь связана с духовными практиками отрицания чего-либо ведь аскет это тот человек который борясь с собой отказывается от чего-либо вот я аскет по отношению к сладкому например или к выпечке но это я вынуждена физически самыми известными аскетами философии и религии были такие как срофим саровский который жил как вы знаете в лесу с медведями молился о душах наших грешных или же агент который жил в бочке и писал трактаты о мире существующем его пути развития или даже глотан мудда который пришел к пяти аскетам пробыл у них некоторое время и потом решил что этот путь не для него есть такая легенда фарш я уже сейчас но все же она выглядит посмотрите кто вот интересуется сектами или другими вероучениями она не принадлежит ни к одной из религий она живет в своей собственной созданной религии потому что когда она приехал в футапарте меня промыто резонула добавляя соль тут везде висят фотографии дядечки вот тут местный бог думаю ничего себе я задумала не преданные сайте сайт или еще какие-нибудь там ашрам в индийских много а нет оказывается дядечка там висит почему они приехали обратно в индию я думаю из экономии они туда-сюда мотаются три месяца там четыре месяца тут полгода там выглядит ребята очень плохо такое впечатление что они просто-напросто голодают потому что постоянно разговоры о еде впрочем очень многих вегетарианцев это наблюдается они постоянно хотят есть еда для них это один из основных компонентов жизни вот в еде в своем вегетарианстве они скорее далеко не аскеты но берут они еду уцененную где-то найдут на свалочках на помоечках где-то подберут то что дадут особая цикленность у них на авокадо точнее вот и ксюша готовит она мальчику своему но это уже люди за 30 такое поведение я думаю интересно в 20-25 но когда людям уже глубоко за 30 надо иметь и чак семью полноценную с детьми а как он там где-то рождение при такой дефицит или таком дефиците массы тела там разговоров нет вообще о каких-либо физиологических потребностях в плане деторождения теперь берем капусточку я наверно опущу так чтобы он было видно при помощи ложки я достраиваю первый слой это у меня бланшированная капуста которые узнать как на пироги с капустой делают я очень любил в детстве такую начинку смешивать ее с яйцом на потом пирога запекают у меня идет первый слой за ним за этим слоем пойдет фарш и вторым слоем я закрою фарш такой знаете аля пирог но из капусты у меня же аскезер и вот это поведение их она у меня несколько настораживает все ходит как голодранец а бодранец мальчику много тоже не надо все бы ничего если бы она не стала высказываться тут негативно о России вот к примеру последний шортс о том что что я купила на доллар вы ведь в россии не можете эту купить позвольте я даже в комментариях написала позвольте как это не можем можем также если взять 5 стручков чили одну картошку гнилые бананы по 50 рублей четвертинку тыквы да вообще мне могут отдать знакомые или кабачок не обязательно покупать если у вас нет кабачков доме значит у вас нет друзей с огородами и вот она такая ну что вы что вы можете купить а у вас же огромные зарплаты и с такой таким издевательством по отношению к москве по отношению твоей родины ксюша если ты выбрала свой путь вот этот вот монаха то уж убери тогда мужа мужчину я не знаю женат они или нет бери лёшу живи одна без лёшины зарплата это граниста снимай жилье или живи там где-нибудь в трущобах и так они не особо то жилье урадуются и везде тогда действительно аскетичный образ жизни плюс откажись от социальных сетей в первую очередь перестань снимать тогда уж видео показывать и вызывать эмоции у взрослой аудитории ксюша это не надо ксюша над нами хихикает что есть уже нехорошо так себя аскеты не ведут капусту одно яйцо для того чтобы схватилась верхняя часть лишней будет никакой соответственно муки девочки и вот эту пеканку ставим в духовку для зажарки капуста до конца пропарится делается фарш будет красно можно кинуть семена кунжута тут может кинуть крахмал на эту делать не буду я экспериментирую вот так ставлю разогреть духовку на 220 градусов она мне уже готова и посмотрим что получится не переключайтесь просуждаем еще про скезу так что я не совсем согласна что она ксюша аскет она скорее всего занимается самобичеванием выглядит вы посмотрите ксюша аскет выглядит очень болезненно особенно ее муж мне прям хочется его насильно схватить привести накормить нормальным борщом даже может сделать вегетарианский борщ черносливом можно сделать картофельное пюре она берет тыкву сварить его проблендерить кушай лёша а главное туда специи много натолкать чтобы вкус как-то улучшить или дальше грибы и шампиньоны она тоже превратила в месиво и подала это как суп пюре ну извините суп пюре делается со сливками и в то же время сидя где-то там в путапарте по моему территория шрам и жаловалась на то что вот молоко кофе с молоком я попросила прощение у себя и у своего тела у коробок и буду пить кофе с молоком потому что здесь она по 10 рублей а в макдаке она там по 250 я брать не буду чего тогда не пей кофе тогда попей воды из источника из какого-нибудь все нормально если немножко злая заметили да потому что мне как-то вот озвучился эта ситуация но не переключайтесь дальше с вами порассуждаем когда у нас это приготовиться а я пока пошла калорий свои сбивать и вернусь надеюсь кому посредить . выкручит скоро ну вот девочки мальчики пока я не гулял с собаченькой все приготовилась запеканка с фаршем и капустой сейчас покажу как получается это так что вот ксюша маскет мало того что она пацана этого эксплуатирует его доброе честное имя так во сколько я ему обхожусь и очень знаете такая не совсем приятная ситуация с восприятием настоящего аскетизма пожалуйста запеканка конечно много мяса это нормально к ней хорошо приложить огурчик помидорчик зош полном действий вот вам и настоящий аскетизм кстати комментарии достаточно разумные очень много комментариев от взрослых людей которые все прекрасно понимают осознают что происходит на как бы последнее время вообще раззадоривает своих зрителей на плохое то есть показывают плохое но вот это ковыряние помойках хождение по трущобам получение удовольствия от того что ты нашел перезревший почти сгнивших рук находить в каких-то знаете ли чем-то похожее на одежду и доказывает что ты аскет это не аскетизм это просто такая жизненная позиция мне только жалко ешь потому что видимо мальчик воспитанный умный интеллигентный его надо спасать аксюша пускай сама уже разбирается с тем что она натворила вот по-другому я не могу сказать это два ходячих скелета тут уже одна из казани или из татарии от бекетрианства погибла видимо все идет к тому потому что организм человек он нуждается в специальных строительных веществах ведь животного белка да есть случаи когда нельзя есть животные белки когда есть некоторая такая форма аллергии непереносимость но здесь же коровок жалко еще кого-то жалко вот это патологическая жадность и постоянное желание поесть посмотрите и потом напишите а как вы думаете религиозная ли это подоплека или патологическая жадность по отношению к себе и близ живущему с тобой молодому человеку ну а всем пока кстати родители то у нее из православной семьи неужели они не объяснили ей кто такой аскет и чем аскетизм настоящий отличается от псевдо учений всем пока вкушайте мы пошли ужинать приятного аппетита тем кто это делает глафер абрама плохого не посоветует и я прям рекомендую тем кто интересуется разными течениями посмотрите посмотрите на то как люди иногда сходят с ума по-тихому демонстрирую это еще и в интернет к сожалению пока пока